Субтитры создавал DimaTorzok Это был такой, я бы сказала, расходный способ покинуть войну. Собственно, что я имею в виду. Потому что по-прежнему, как и в годы Второй мировой войны, сдавшиеся в плен считаются преступниками в России. Я, например, сама еще помню, когда поступала на работу в Минфин, на мою первую работу, что у меня были в анкете вопросы в начале 90-х. Не были бы родственники на оккупированных территориях и не были бы родственников, сдавшихся в плен. Не дай бог. В общем, сейчас то же самое, только хуже. А дезертирство, ну, 6 лет сейчас дают дезертирство. 6 лет, и при этом с полной гарантией, что тебя снова не возьмут на фронт, потому что дезертирство входит в список, очень небольшой список статей Уголовного кодекса, по которым на войну не вербуют. И, в общем, ну да, 6 лет в зоне это много, но, тем не менее, шаг, поди шаг, и уж точно ты не пойдешь на войну. Для многих это более убедительный способ остаться в живых, попасть домой и вообще не связаться с этой мясорубкой. А когда ты вернешься из украинского плена, через 6 лет, через 2 года, через 10 лет, вернешься ли вообще, каким образом ты вернешься, как тебя здесь встретят, не посадят ли тебя снова за то, что ты в плен сдался. То есть вот этих механизмов пока нет совсем. И заключенных, вернувшихся из плена по обмену, мы их вообще не видим. Последняя была история в сентябре этого года, когда заключенный по фамилии Гульив, да, он был в украинском плену, он много чего наговорил на камеру, много чего, что могло бы подать под статью, там, фейки об армии, дискредитация, но люди в плену, то, что они говорят на камеру, ребят, это под давлением в любом случае. В любом случае то, что ты слышишь от военно-пленного, нужно по крайней мере делить нас-то, а лучше просто воспринимать это как человек, который говорит на камеру. Любой пленный, украинский пленный в России или российский пленный в Украине, он говорит под давлением. Но его каким-то неведомым способом поменяли вместе с группой других заключенных. Я вообще не думала, что заключенные до сих пор меняются, но тем не менее они были обменены. И он ухитрился позвонить из колонии, не из колонии, из военной части в Подмосковье, где их держали, и сказать, что здесь хуже, чем в украинском плену, потому что ему не дают терапию от ВИЧ, он ВИЧ-инфицированный, голодный, холодный, плохо обращаются. И с тех пор они отобрали телефон, и пропала полная связь, мы не можем его найти. А вот к вопросу опять о обменах, они идут вообще? Ты говоришь, что вот давно ничего не слышно. Это как раз был последний обмен в августе, давно еще не было больших обменов, вообще не было обмена. Очень давно. А что касается украинских... Вы говорили, сейчас секундочку, чтобы мы далеко не убежали, вы говорили о запретительном списке этих статей, преступлений и так далее, заключенных, которые осуждены по этим статьям, не берут на фронт. А вот туда, я так понимаю, не входят такие преступления, как людоедство, убийство четырех подростков и так далее. Просто вот недавно мы слышали историю, что освободился на человек, который совершал какие-то обряды, убил людей и съел их, простите, вот уж. Частично. Нет, не входит. Значит, туда входят преступления, сейчас связанные с политикой, то есть терроризмопособничество, а это в нынешних условиях означает, бросил зажигательную смесь в военкомат или планировал, или планировал это сделать. Сейчас, в общем, за планирование дают тоже терроризм. Терроризм у украинских военнопленных или украинцев, взятых на оккупированных территориях. Если они подозреваются в партизанской деятельности, например, или в попытке партизанской деятельности, это экстремизм, это сопротивление сотрудникам власти, представителям власти, это почему-то угон воздушного судна, это фейки об армии, дискандитация, то есть вся политика, на самом деле, нынешняя. Да, вот угон воздушного судна и педофилия. То есть педофилы приравниваются сейчас к политике. И, конечно, дезертирство. Вот перечень статей. Убийство не входит, изнасилование не входит. Собственно, Пригожин откровенно говорил, что предпочитает вербовать убийц, причем убийц серийных, или убийц заказных, не бояться крови и нет состояния аффекта. А каннибализм – это не то, что ты делаешь в состоянии аффекта. Это ты делаешь совсем не в состоянии аффекта. Вот, поэтому эти категории преступления не входят в запрещенные списки, и их берут, в общем-то, даже с удовольствием. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok